Протеерей Дмитрий Смирнов А началось это еще в 1991 году, когда молодой батюшка Дмитрий выступил с ответом на вопрос ученого-физика. Что такое Бог? Вот что такое Бог? У меня есть свое определение, но мне очень интересно послушать ваше. Так, религия. Что такое религия? Религия-это попытка человека связаться с неведомым ему Богом. Точка. Теперь второй вопрос. Что такое Бог? Бог – это не что, а кто. Бог – это есть Дух, который есть начало всему, который есть Творец и имя которого есть Любовь. Проповедь – инструмент благовестия. Донести до людей откровение Создателя об этом мире – задача сложная и подвластная очень немногим. Отец Дмитрий был одним из них. Только он мог сказать, что цитата «покаяние» – это не «айм сори», тем самым открыв глубину исповеди. Или, например, объяснить, в чем проблема утверждения «Бог один, только религии разные». Если человек говорит, что Бог один, это правда. Бог один. То, что веры разные, это тоже правда. Но это два разных утверждения. Тут ошибка вот в чем. Что тот человек, обычно, который произносит эту фразу, для него все религии, собственно, одинаковы, потому что он не знает никакой. И ему как бы непонятно, о чем бы всем не объединиться. Потому что он думает, что это как справедливая и единая Россия. Ну какая разница? Протерей Дмитрий Смирнов известен и своими резкими заявлениями. Некоторые светские журналисты использовали их как повод упрекнуть церковь в агрессивной риторике. Мало кто догадывался, что его прямота и жесткость – это удары в напад, долг священника. Порой единственное средство – разбудить спящее грешным сном человечество. Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в аду? Не веришь? Ну подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее создание Божие, иметь такую мрачную харю? Почему тебе так плохо? Если ты вообще такой умный, такой прям весь свободный, тебе вот на все начхает, ты сам все знаешь. Чего же у тебя такая рожа несчастная? Потому что ты в аду, сынок, в аду. Ты не знаешь радости. Ты мертв. Слово русского ловца-человеков, отца Дмитрия Смирнова, сопровождало и утешало людей в самые кризисные моменты их бытия. Известный актер Петр Мамонов, перенесший инфаркт миокарда, по словам его жены, первым делом попросил привезти ему в больницу диски с проповедями батюшки Дмитрия. Вот послал меня опять в Верею за 140 километров, чтобы я ему диски отца Дмитрия Смирнова привезла с проповедью. Говорит мне, а то лежу тут как дурак, буду проповеди слушать. Батюшка перенес коронавирус и уже несколько месяцев реабилитировался после болезни. В сети стали появляться фотографии отца Дмитрия, похудевшего, в инвалидной коляске, но даже на последней прижизненной фотографии он широко улыбался. Конечно, мы, паства, ждали его возвращения, его простоты, его тонкой иронии, его мудрой, отеческой оценки происходящего в стране и в мире. Но по слову самого пастыря, все в руках Божьих. И жизнь, и смерть. Жизнью и смертью распоряжается Бог. И вот в ученых книгах о жизни говорится как о даре. Каждому человеку и дан такой дар. Так как говорят, божественный дар жизни. Бог подарил жизнь. И поэтому нужно вот то, что Богом попущено, все пройти. И Бог знает, кому какая мера. Последнее появление в эфире телеканала «Спас», который стал для отца Дмитрия родным, было в программе «Прямая линия ответ священника». На вопрос о смысле молитвы он изящный и, как всегда, просто расставил все на свои места. Как дорого было иметь такого проповедника в русской церкви? Хорошо. Мама же все знает про своего младенца. Она же не все время разговаривает. А когда младенец начинает говорить, он тоже, а это что? Мама. Все. Само общение. Дорого. И для дитя, и для мамы. Больше для дитя. Ну и для мамы тоже очень важно. Это способ познать, что дальше с ребенком. Так же и здесь. Мы, конечно, для Отца Небесного дети. Но он желает с нами со всеми общаться. Почему? Но он нас любит. Продолжение следует...